Строительство западного обхода – важное и значимое событие для областного центра. Объект позволит разгрузить транспортное сообщение, качественно переформатировав городскую логистику. Постепенно комплекс приобретает свои чертания, причем с разных направлений. Очередной важный этап завершен. Эстакада длиной более чем 1000 метров собрана. Кроме того, в основу комплекса заложено последнее из 348 балок длиной 33 метра. На данный момент завершен серьезный этап в работе, монтаж 33-метровых балок. Это практически говорит о том, что весь каркас, или выражаясь сленгом строительным, этажерка собрана. Идет параллельно уже и благоустройство, идет параллельно монтаж другого оборудования. Вы видите со стороны улицы Зубачева. Я думаю, что задание будет выполнено в срок. Строительство ведется в соответствии с утвержденными графиками. Работы разделены на участки по создающимся с эстакады спускам. Армируются швы между балок. Пока ждем температуру, чтобы немножко мороз сошел, чтобы можно было бетонировать. Пока только идут арматурные работы. На Зубачева идут земляные работы. Сети. На самом мосту ставится парапет, турникет. То есть работы идут везде, где только можно. Уникальное мусостроительное решение интересно не только строителям, но и ученым. Объект имеет научное сопровождение. Пристальное внимание уделяется возведению объекта и на республиканском уровне, рассказал журналистом Александр Рогачук. 18 января состоялось заседание организационного комитета под руководством главы администрации президента Качанова Наталья Ивановна, где я докладывал о ходе строительства объектов по городу Бресту, о тех мероприятиях, которые будут проходить в течение года. И было неоднократно подчеркнуто, что основным объектом тысячелетия является западный обход. Объект находится непосредственно на контроле у главы государства. Объект достаточно дорогой, поэтому стоит задача сделать его качественно в срок и запустить уже к 1 августа общую строительную готовность. Определенные неудобства строителям доставляют погодные условия и активное движение транспорта под конструкцией. Однако это не должно сказаться на сроках выполнения работ. Сегодня в строительстве занято более 300 специалистов различных подрядных организаций. И каждый из них уже вошел в историю как участник возведения такой масштабной конструкции. А наиболее отличившихся отмечает своим особым вниманием руководство Бреста. Города, которое уже в этом году отметит знаковый юбилей во всей своей красе. Мы должны отмечать тех людей, которые управляют себя на этой работе, которые непосредственно занимаются, не взирая на погоду, вот этой работой. И поэтому сегодня городсполком принял такое решение наградить лучших работников грамотными и ценными подарками. Что примечательно, что ценные подарки с логотипом тысячелетия. Я уверен, что эти подарки будут хорошей семейной реликвией, потому что там отображен тот объект, который и наш город в том числе прославит. Анастасия Нездрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Субтитры подогнал «Симон»!